Привет, газеместники, и сегодня у нас будет мощная битва 4 на 4 Patrol Nissan против 6 на 6 Гелендвагена. Вот это жесть будет. Посмотрим, кто из них будет круче на бездорожье и кто выиграет. Начнем с Гелендвагена. Пусть расчищает, как говорится, дорогу. Давай. О, передним бампером сгребает все. Задняя ось помогает, но пока не полноценна. Вот она мощь-то вся. И сел на задний бампер. Забирается. Чуть-чуть срывка, но заехал. Смотрите. Дальше Nissan. Какой-то Nissan. Давай посмотрим. По расчищенному, так сказать, поедешь. О, ну здесь, кстати, лучше ситуация. Сел на задний бампер. Срывка. Оба на 2s. Но давай, Patrol, не сливайся. По-моему, завис. Все, как видите, приехал. Висит на заднем бампере. Передок не особо-то его хочет вытягивать никуда, потому что у Гелика задняя ось как раз еще помогала ему заехать, затянуть передок вот сюда. Здесь никак. Итак, дальше у нас Patrol первый. Давай посмотрим, на что ты способен, съедешь или нет. О, какие ходы подвески мощные. Блин, я боюсь, сейчас он просто завалится и все. Но мне надо действовать максимально аккуратно. И... Блин, ну вперед дам газу. Сейчас. Опа! Ой-ой-ой! Ну теперь настоящий гряземестник. Так, съехал. Ну давай, нам надо заехать сюда. Что покажет резина? Резина китайская, кстати говоря. Гелик полный сток, а Patrol полный тюнинг. Шасси Red Cat Gen 8, портальные мосты у обоих. И вытягивает, вытягивает. Давай, 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 Patrol. Ну, кто болеет за Patrol, пишите в комменты. Patrol топ, давай, вали! Все, Patrol нормально здесь. Заехал. Колесище. Давай, Гелендваген, не подведи. Оп-оп-оп-оп-оп, что-то кривовато. Ладно, может я криво, но давайте поехали вот так вот. Сносит, сносит, сносит стоковую резину. Не хочет, не хочет, к сожалению. Давай вот сюда чуть-чуть завернем. Вот так вот. И дальше вот так. И вот так. Во, нормально. В грязюку, в самую жижу ныряет Гелик. Итак, кто болеет за Гелендваген, друзья мои? Ну, пишите, давайте, скажи. Гелик, наваливай давай. Ничего себе. Вообще, вот эта задняя ось помогает просто в таком гряземесе выезжать. Кто, на ваш взгляд, из них круче выглядит? Кто более грозный, более злой бездорожник, а? Ну-ка, друзья мои, оцените в комменты. Патрол или Гелик 6х6. Итак, будем брать поперек. Сначала стартует Гелендваген. Газку даем. И что-то это было очень легко. Хорошо. А первое препятствие взял. Опа-па-па. Мчим сразу ко второму препятствию. Тоже берем поперек. Ныряем в гучу событий. И задняя ось, передняя ось, средняя ось. Все помогают и вытаскивают его. И дальше давай. Теперь патрол начинает брать все поперек. Давай. Есть сентраки, есть лебедка. Если что, вытянет. Но в наших соревнованиях это запрещено. Давай. Тоже, смотрите, легко. Легко берет китайская резина все это дело. Так. Ссылка, кстати, есть внизу под видео на резину, на лебедку, на его. Опа-па. Опасненько было. Так что там все есть. Заходите, смотрите, да, для сборки вашей трофейки. И сюда тоже ныряем в гучу событий. И здесь передняя и задняя ось. Просто вытаскивают этот автомобиль легко. И дальше тоже поехал. Ну-ка, давай, нырнем туда. Вот это здесь проблемка. Вот это проблемка. Патрол, не тупи. Вы смотрите, просто упирается передним бампером. Мощь. А, мощь есть. Все. Снес все подряд и тоже выезжает. Итак, берем в самый мощный грязи мест. Лужа просто обалденная, глубоченная. Что скажет патрол? Мчит на полных парах. Гребет под нищу, не всплывает. И легко, кстати говоря, выезжает. Даже, честно говоря, удивительно. Делик 6х6 сейчас будет показывать преимущество своей дополнительной оси. Смотрите, погружается. Практически с капотом. Но гребет тоже легко. И тоже так же легко выезжает. Ну ладно, было все просто. Теперь погнали по самому мощному. Самому погружному, так сказать, грязи месту. Ну что, шнорк или нет, я не знаю, как он здесь пойдет. Но, по-моему, это все. Смотрите, одни фары. Фары только видно и все. Греби, греби, греби. Давай, давай, давай. Гелендваген. Кстати говоря, он на БК-системе, поэтому проблем никаких не испытает просто. И просто выезжает, не напрягаясь. Купил Ниссан, как говорится, борись с ним сам. Но давай посмотрим, на что ты способен. Придется с тобой бороться или нет? Чинить тебя или нет? Или все-таки движок не вклинит? Смотрите, шноркель четко торчит. И где-то были подклинивания, но проехал. Проехал. Коллектор. Но сейчас будет участок посложнее. На полных парах врывается всю гущу опять событий. Просто капота не видно. Ничего абсолютно не видно. Но ему-то видно. Так, давай, давай, давай. Надо заехать. Надо заехать. Затянет или нет. Сюда патрол. Честно говоря, здесь тяжеловато. Зацепа не хватает передним колесам. Плюс сзади запаска. Все это дело перевешивает его. Плюс он там водища еще нагреб куда-то. Сейчас, кстати говоря, расчистит гелику. Здесь как раз заезд. Гелику будет, наверное, проще. Хотя гелик длиннее. База длиннее. И он-то уж точно выйдет здесь. Потому что у него передние колеса уже будут торчать на земле. А у патрола ничего там, как говорится, не торчит. Да, ну давай попробуем с разгончика. И погнали. Давай, пошпарил. Ну, давай, давай. Разгон здесь просто отменный. Кстати говоря, и помогло. Обалдеть. Вы это видели? Я сам, честно говоря, в шоке. Наверное, как и вы. Ну что, давай длиннобазой врываемся. Мчим по полной. И смотрите, наверное, сходу прямо сейчас и возьмет. Обалдеть. Вот так Гелендваген. Ну, по-моему, здесь всем видно. Давайте я даже покажу более медленно. Всем видно, что гелик здесь едет куда лучше. Смотрите, не напрягаясь, потихонечку карабкаемся и заезжаем. А? Мерс, а? Топ. Да? Дальше опять будет глубоко. Мелко уже нигде здесь нету. Итак, плывет. Практически плывет. И хватит ли зацепа у резины? И портальные мосты помогут здесь или нет? Легко. Вот это так патрол. Я думаю, гелик здесь вообще без проблем справится. Давайте ныряем, плывем, выезжаем и заезжаем. Блин, это было вообще неинтересно. По-моему, ему препятствия нужно в два раза сложнее. Смотрите, еще раз показываю. Плавненько. Заезжаем и выезжаем. А нет, плавно не выезжаем. Вот так вот. И вдвоем погнали. Сложно управлять двумя тачками. Но гелик там где-то проехал, где вообще легко было. Патрол все-таки взял, где потяжелее. Еще посмотрим на преимущества 6х6. Помогут ему здесь задние колеса или нет? Задняя ось. Это было, я хотел сказать, легко. Но нет. Прыжок все равно нужен. Но залетел тоже легко. Что же скажет бюджетный Nissan? Nissan подготовленный. Да. Gen 8. Да. Коллектор. Да. Порталы. Да. Давай. Ха-ха-ха. Вы видите. Передняя ось практически вывешивается уже. Потому что зад тяжеленный. Обалдеть. И нет дополнительной сзади оси, которая готова его помочь запрыгнуть. Но вот она. 4х4, друзья мои. Все минусы 4х4 вы видите вот прямо сейчас. Просто никакую. Но он решил заехать задом. Да. Как многие мне говорили там. Давай, Кировцы, задом. Вот я сейчас Nissan Patrol задом попробую туда загнать. Заедет или нет. Ну-ну-ну. О, отлично. Вот так патрол. Вот так зверюга. Друзья мои, ваши советы помогли. Где тачка не едет передом, там она заедет задом. Обалденно. Обалденно. Да. И давай съезжаем. И сюда обратно заезжаем. Ну и Гелендваген тоже сюда съезжает. Вот так вот. И легко заезжает. Тоже портальные мосты. Еще один практически такой же заезд. Но даже интересно, Гелик заедет или нет. Патрол здесь не заезжает, уже знаю. А вот интересно, что будет с Гелендвагеном. Итак, надо главное загнать переднюю ось. Смотрите, он просто все сносит на своем пути. И вот здесь, конечно, уже, конечно, уже да. Ну-ка, вторую скорость. Вторая скорость не помогает. Да, толка нету. Обороты добавили. Но... Ох ты! Все-таки на понижайке заехал. Смотрите-ка. Обалдеть! Ну что, попозорить патрол вам? Сейчас, секунду. Итак, едет такой, значит, водитель. О, у меня Nissan Patrol. Ну, смотрите, у меня подготовлено. Вообще, в максимальном тюнинге просто. Вообще-то я сейчас везде заеду. Ну, что там, какой-то стоковый Гелик 6х6 проехал. Да, сейчас я вам покажу. Смотрите. Опа, уперся. Ну, ладно, Гелик также уперся. Теперь заезжаем тут. Ага, нормально. Говорит, сейчас, секундочку. И... И все! И все! Зависает! На заднем бампере, друзья мои, и зависает. Он, к сожалению, и патрол никуда не едет абсолютно. Ну, давай, газа. Что, вторую скорость включить? Нет, здесь вторую скорость. Здесь только одна скоростная коробочка у Ген-8. И толка все равно бы от второй скорости нам не было. Прыгнуть никак не получится, потому что задний бампер с запаской все цепляет там. И, к сожалению, никак. Вот так Nissan Patrol. Решил потонуться за Геликом 6х6, но, к сожалению, у него ничего не вышло. Ну, и завершим сегодняшний тест на самом жестком испытании. Гелендваген, ты готов? Готов, кричит. Ну, давай, посмотрим, как ты умеешь плавать. Тут нужна, не знаю, способность водолаза. Давай, погнали! Обалдеть! Все! Что-то я не подумал, а связь-то пропадает же. Эй, елик! Нет, это препятствие никому не преодолеть. Только на подводной лодке. И возвращается Гелендваген против после купания. Итак, ладно, давай-ка. Вот здесь вот надо заехать. Заехать, да? Но это легко. Мы это поняли. И вот здесь надо съехать. И заехать дальше. Опять погружаемся. И посмотрим, как здесь опять отработает 6 на 6. 6 на 6 было очень легко. Неинтересно. Ну, а дальше, я думаю, берем попкорн. И будем долго смотреть, как будет мучиться 4 на 4. Итак, первый участок, давай. Патрол затянул. Было легко. Попкорн можно начинать уже сживать. Вот сейчас будет самое интересное. Погружаемся. Глубоко погружаемся. И... Впервые приехал мотор. Обалдеть! Ну, давай-давай-давай. Есть. Есть контакт. Может, просто связь пропала. Так. И 4 на 4. Вот он. Ну, что там, жуете уже, да? Можете долго сживать. Берите большую пачку. Он здесь надолго... Он здесь надолго засел, подумал я. Но по факту нет. Не-не-не... Это удивительно. Удивительно. Патрол все-таки справился. Давай. Здесь проедешь. Глубоковато, да? Вот так вот. Ну... И где-то засел там. Нет. Не засел. Мчит. Давай-давай-давай-давай-давай. Электроника подводит уже. Все. Моргает. Все. Ну же. Вытянешь. А вот теперь вклинил мотор. Нет. Не вклинил еще. Он еще борется. Вот это патролище. Ну же. Давай. Это прямо самый мощный гряземес. Еле-еле. Еле-еле. Но, по-моему, едет. Или лужа течет просто. Течение в ту сторону. Я не понимаю. Блин. Ну давай, а? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И... Что творит? Что творит Ниссан? Что творит? Смотрите, какие углы берет. Просто невероятные, а? Хопа. И даже не перевернулся. Фу. Ну что же. Доехал. Удивительно. Скучно на гелике катать. Везде едет. Поэтому, если хотите скучную езду, покупайте гелик 6х6. Хотите, чтобы вызывали проблемы у вас, препятствия, то покупайте 4х4 что-то. Ну что, я думаю, вы многие уже поняли, что 4х4 не едет в грязи месте, как едет 6х6. То есть, реально, у гелика здесь было много преимуществ. Они были повсюду, да. Ну, там стоит БК-система, понятно, но в любом случае даже коллектор патрола не подводил. И он тянул везде практически, ну, где-то пропадала просто связь и все. А так, оба на портальных мостах. В общем, друзья мои, делайте правильный выбор автомобиля. Смотрите другие сравнительные тесты на канале у меня. И подписывайтесь, естественно, чтобы не пропустить крутые ролики. Пока!